всем привет ребятки сегодня давайте сделаем тест патрика шика на втором напе из события над герои спаков короче он будет доступен чуть позже может бесплатно упасть что 2 падать может знаете в чем смущает шик он аналог honda но хуже явно почему по росту и по финту он похуже по удару по введению там такой же здесь вопрос только рост и финта насколько он будет проходить он точно также играет как верно получается если вы не берете дэйка а пойдете за верно вам шик 300 лет почему сейчас объясню во первых шик часто и 10 лямов во вторых верно работ забирать практически все кто за ним пойдет и соответственно ценник там будут где-то сопоставим при этом шик не 99 не сотый он там чуть повыше вероятность его падения из пака будет все-таки пониже тут вопрос какой тактика вы играете холланд лучше шика вернер по рейтингу выше шика и прокачки будут дешевле соответственно купить вернера проще будет чем купить шика и прокачать дешевле второй вариант вернер будет идти если вы забираете 14 ранга шик с 10 если у вас уже на прокачан с 10 ранга вы должны будете ранг передавать от игрока к игроку соответственно это потеря денежек если у вас в составе уже нет 10 ранга но это просто отдача ранга передача ранга шику смысла в этом нет то есть по игре он хуже холланда такой же по игре по сути как вернер но по рейтингу ниже вернера по игре хуже холланд зачем вам шик разве что будет играть фанапа либо он вам пойдет у вас нет позиции с 10 рангом вы тогда не будете передавать ранг вы его сразу встраивать состав тогда он выгодит по другим показателям ну неплохой нападающий но есть определенные нюансы что а зачем вам шик когда исход он не нужен зачем вам шик когда можно забрать вернера еще 14 рангом и полностью устроить себя в состав тоже шик не нужен если же упадет вами события почему нет в два на попозже поиграть и в одного другое дело это для какого уровня играть как и вернер для среднего уровня таки шик будет тоже для среднего уровня сейчас подходить средний уровень это где-то до 165 наверно овра не выше а более высокий тут уже холланды нужны роналда именно те нападающие которые будут обладать показателями по финту сейчас 14 14 13 либо 14 14 14 это для прохождения игрока один-в-один канавара мальдини и гера это топовый уровень высокий для низкого конечно тут подойдет и шик в чем особенно шика ну неплохой удар флип лап работает против низкого ура против высокого нет опять же по центру мне больше нравится флип лап как заходит чем роналда чоп не знаю почему с фланга больше роналда чоп но и шиком тоже приятно заходить фланг не так как вернером но если допустим здесь защитник более высоко рейтинговый более крутой даже иногда чаще проходит чем роналда чоп на пространстве не входе в штрафную на пространстве можно чуть дальше отскочить если что неплохой на пробивает неплохо кстати физика физику вообще не чувствую сейчас в игроках по игре головой не сказал бы что он его будет забирать где-то второй этаж такой нападающий кстати на угловых нападающие либо защитники распределяются не знаю как по росту не по росту но у меня идет в атаку есть играют двумя имена холд на угловой шик где-то тусуется в другом месте такой тестик шика неплохой игрок но смысла в нем не так много пока а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok